Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахико Латвин. И, как обычно, по традиции мы с вами разберем один единственный стих Священного Писания. Постараемся уделить все то наше внимание, которое обычно рассеивается вширь по тексту, пытается охватить вот это величие благословения Божия, уделить одному моменту, который тоже очень важен, тоже как раз достаточно часто обсуждается. И более того, даже кусочек этого стиха нередко цитируется, цитируется и тоже в нашей христианской культуре, в литературе, да просто в разговорах людей, просто для красного словца. Но, поместив его в контекст, мы поймем, что же прежде всего говорил Господь и как нам лучше его применить не для пустословия, не для того, чтобы взять и каких-то своих там обидчиков на место поставить, уколоть, кого-то падить, а для того, чтобы для себя извлечь некоторую духовную пользу. Итак, давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочтем 24 стих. И сказал им, замечайте, что слышите, какой меру мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Вот такая у нас некоторая даже невеселая ситуация, потому что Господь говорит вот эту часть стиха, наиболее известно, какой меру мерите, такой будет отмерено вам. И то есть человек, он после этого думает, ой, но если я потакаю грехам других людей, то и в принципе моим будет потакаться. Если я говорю, ой, ну не страшно, что взял человек так-то согрешил, то и я сам могу так грешить, Господь меня отпустит. Так нет, когда мы потакаем грехам других людей, это не значит, что мы человеку что-то доброе сделали. Единственное, где мы можем как-то потерпеть, это когда грех в отношении нас творится, какая-то несправедливость, обида, вот там, конечно, ту меру прощения, которую мы являем, а не меру греха, которую мы получаем. Заметьте, именно меру прощения, то есть то, что доброе в ответ на грех выходит, вот точно так же и Господь в ответ на наши грехи на страшном суде с такой же мерой подойдет. Это не про потакание греху, а именно про меру добродетеля. Почему мы можем об этом однозначно говорить? Потому что Господь перед этим благовествует свою первую притчу о сетеле, говорит о свече свечащей на подсвечнике, а не под кроватью или не под сосудом, то есть о своем благовестии, о том, как тайное становится явным. И в том числе становится явным, конечно, и где мера греха у нас умножилась, и тоже по этой мере греха нам будет и отвечать придется. Но точно так же это и становится, там, где мы грех побеждаем добрым делом, следованием за Христом, там точно так же вот этот закон универсальный действует. Такой меры будет отмерено нам. Кроме того, все-таки нам важно это понимать с практической точки зрения про какие-то испытания. Так что нам кажется, Господи, да, я грешный человек, в принципе, но почему-то я чересчур много болею, почему-то на меня такие несчастья свалились. Или, Господи, да, я грешный, да, у меня есть какие-то недостатки. Но почему вот такие мне проблемы люди вокруг создают? Ну вот чуть-чуть поменьше, вот это да, а вот здесь ты, Господи, ошибся. Как-то ты несыразмерил вину мою и то, какой я на самом деле. Ну, не очень идеальный, ну и не очень грешный. Как-то, Господи, мерка ошиблась. Так нет, слава тебе, Господи, если мы сейчас на земле, вот эта мера, мы ее не доработаем. Или, наоборот, переработаем ее в том плане, что Господь больше нам даст каких-то страданий и испытаний по нашим грехам, и нам не придется отвечать на них на страшном суде. Потому что уже тогда будет поздно. Как Господь говорит, то уже нечего будет сказать ответ, нечего возразить. Конечно, можно возразить, как грешники, в притче о страшном суде. Господи, да разве, а что, какая разница? Уже Господь говорит, не знаю вас, идите в муку вечную. Поэтому с вот этой мерой мы вроде разобрались. Однако смотрим контекст даже внутри вот этого стиха. Вначале Господь говорит, замечайте, что слышите, а в конце, после меры, говорит, что прибавлено будет вам слушающим. Тут некоторая невеселая вещь для всех зрителей библейского портала «Экзегет», потому что чем ты больше размышляешь над Евангелием, читаешь Евангелие, пытаешься разобраться в тексте Священного Писания, чем глубже ты погружаешься в духовную жизнь и погружаешься не только делом, но и разумом, и душу свою стараешься, каждое движение души этому библейскому путеводителю к жизни вечной посвятить, тем больше на тебе, по сути, ответственности есть. Потому что о чем тут Господь говорит? Нет, внимательно слушайте. Да, замечайте, что слышите. То есть не просто прослушали и как-то пошли дальше. Не просто прослушали и как-то поняли первый смысл. Не просто прослушали и даже, ладно, еще символическое толкование. А просто мы берем и каждое слово евангельское, внимаем, как оно относится к нам. Как оно сейчас к нам не относится, но может относиться потом. Как вот у нас новая ситуация получилась, как ранее прочитанное тоже на моей жизни должно сказаться, на моих поступках, на моих ответах, на различные испытания и искушения или, наоборот, на различные соблазны, которые нам блага, земные радости какие-то повседневные приносят. Да, все время быть в некотором духовном оружии. Причем это не значит, что быть в каком-то напряжении. А значит, что просто Евангелие в сердце у нас есть. Что мы, когда его слушали или читали, то оно у нас осталось услышанно, записанно на скрижалих сердца. Потому что прибавлено будет вам. Потому что вот человек думает, ну да, вот этот человек не очень верующий, но я его не буду очень сильно осуждать. И правда, вот у него мера греха, мера добродетеля, он не очень разбирается, где-то ошибся, он чего-то не знал. А другое дело, это если вот я человек, который открывает Евангелие, я христианин, я человек, неважно, кто я там, мужчина, женщина, пожилой, молодой человек, неважно, я уже перед Богом стою, Господь мне больше дал. Мне дал православную веру, истину христианства, полноту Богообщения в таинствах. Вот этим Господь меня вознаградил. Не его, не человека рядом со мной, ближнего. И это не повод для меня гордиться и думать, в каком я выигрышном положении, а повод, наоборот, понять. С меня вот Господь измеряет ту же самую мерку. Мерка будет другая. Ему будет мерка, вот как он действительно жил, как апостол Павел говорит, как спасаются язычники по естественному закону. Ну вот как ты справедливо так поступил, с ним справедливо поступили, несправедливо поступил, Господь так же его покарал. А Господь христианину, то есть ко всем нам обращается, говорит, а вам будет прибавлено, потому что вы услышали что-то в Евангелии. Вы уже не можете поступить по совести. Совесть подсказывает так, Евангелие говорит иначе, значит, ты должен больше по Евангелию сделать. Да, справедливо поступить так, а ты все равно поступаешь несправедливо, а по любви. Там вроде какая-то там даже очевидная духовная польза есть, а все равно Господь говорит, нет, поступи по-евангельски, и духовная польза будет еще больше и тебе, и окружающим людям. И благодаря этому человек, конечно, он не находится в проигрышной ситуации. Да, ему больше дано, но и к мере прибавлено будет. И Господь с другими мерками подойдет человеку, который знает, как идти ко спасению. А все равно этого спасения души избегает. Не в общем, а даже вот в каких-то частностях. Думает, да ладно, все вокруг живут. Как люди приходят и говорят, ну, батюшка, ну так же люди живут вокруг. Ну так современное общество, ну как мне вот там вертеться? Как в личной жизни вертеться? Ну что, вот все блудят, я буду блудить. Все там в бизнесе ворот обманывают, там как-то взятки дают. Ну что, я без этого тоже не конкурентен буду. Да, как вот здесь очутиться? А Господь говорит, да, с каждого будет спрос. И с них будет спрос, и с них будет спрос, и с блудников, и с воров, и со взяточников. Со всех, со всех будет. Но из тебя он тоже будет. Из тебя он будет больше, потому что ты знаешь, что можно, можно с помощью Божией. Что невозможно у человека, возможно у Бога. По человеческим законам невозможно обойтись без греха. Как так обойтись? По законам Божьим Господь говорит, я тебе помогу. Я тебе помогу не в смысле за тебя твои земные дела сделать, а чтобы ты сам сделал свои земные дела, но при этом я твою душу сохраню. Если ты мне будешь верен, будешь мои заповеди исполнять. Поэтому, дорогие братья и сестры, тут, конечно, мы призадумались, и, может, даже пригорюнились, и, может, там подумали, ой, не, больше ни одного толкования не включим, потому что иначе услышим что-то не то, и еще больше нам ответ будет. Господь нам дает Евангелие, радостную вести. Поэтому я после такой, может, некоторой напряженной речи обратил бы внимание, что я сказал в конце, что Господь, Он рад нам помогать, что Господь пришел взять на себя наши грехи, наши скорби, наши болезни. Той грехи наши прият и болезни понесе. Помните слова пророческие апостолы, помните слова пророческие. Исаия, пророка, который благовествует о Христе, который через сотни лет рождится. Так вот, это уже свершилось, и Господь может нам помогать. Это наше существенное конкурентное преимущество. И в наше время на земной жизни, и на пути в жизнь вечную.